Приветствую, меня зовут Марченко Юрий. Вновь в рамках открытого микрофона для Markets мы с вами смотрим на среднесрочные торговые идеи. Еще раз акцентирую внимание, среднесрочные. Хотите внутридневные, у меня есть ежедневный утренний брифинг на своем YouTube канале. Там уже более подробно, но здесь уже такие позиции, потому что мы с вами смотрим не только техническую картину, но еще и фундаментальную стоимость тех инструментов, которые торгуются и идеи, по которым мы с вами выдвигаем. Ну и сегодня, кстати, про S&P 500. Очень много фундаментальной стоимости поговорим, но прежде чем начать к основной части, давайте посмотрим, что изменилось относительно наших старых торговых идей по состоянию на сейчас. Здесь у нас европейская валюта, которая по большому счету рассматривалась нами как возможность набирать в длинную позицию. Зона для покупок была, скажем так, пробита. Цена откорректировалась более глубже, чем я рассчитывал, но справедливости ради замечу. 1,1050, 1,0990 это то, что две недели назад мы с вами смотрели, как зона покупок еще не была достигнута. И коррекция вполне туда возможна. Многое зависит от того, как поведет себя регулятор Европейской Сациональной Банки и как в моменте будет дорожать, либо дешеветь доллар. Но все равно среднесрочно мы с вами смотрим евро вверх. Все равно отмечка 1,1190 и 1,1250 это та цель, которой в принципе можно стремиться. В Канаде, ну вернее по паре доллар-канадский доллар, была достигнута и цель номер один, и цель номер два. Но реализовать и как-то заработать можно было бы, если бы вы продавали. Конечно, но хороших цен для продаж на самом деле не было. Они появились только вот, относительно недавно. Цена откорректировалась вверх, ровно в сопротивлении. 1,3170, 1,3240. Стоит ли продавать здесь и рассматривать продажи вновь? Об этом мы поговорим с вами сегодня. По рублю, несмотря на то, что мы ждали, несмотря на то, что я ждал, вернее, роста пары доллар-к рублю, Центральный банк Российской Федерации ожидаемо понизил ставку ключевую на 0,5%. Анонсировал возможное еще понижение на 0,5%, хотя пока в это верится с трудом. Как бы то ни было, небольшой какой-то рост именно на процентные ставки состоялся. Но рубль все равно наш крепчает. Ничего не изменилось в этом плане. И мы еще поговорим, почему происходит укрепление. Поэтому зона для покупок 63,70-63,30 сейчас тестируется. Но запись происходит до открытия российского рынка. Поэтому я почти уверен, что мы с вами увидим гэп вниз. Может быть даже ниже, чем 63,30 на открытии. Поэтому ориентируйтесь внимательно. Ну и давайте поговорим с вами о том, что же можно изменилось. И что можно пробовать реализовывать. Начнем традиционно с европейской валюты. Здесь у нас в целом, как я сказал раньше, ничего крутого-раскрутого нету изменений. 1,1050, 1,0990. Действительно мы можем туда увидеть какое-то укрепление. И это все можно использовать как набор каких-то длинных позиций. Честно говоря, глядя на свои позиции, я был бы приятно удивлен, если бы евро еще раз обновило бы деминимумы 25 октября. Но, к сожалению, не знаю, так оно или не так. Ну а фундаментально движение вверх для нас с вами вполне приоритетно. Поясню почему. ФРС все-таки проводит программу количественного смягчения. Объем 60 миллиардов долларов в месяц. Европейский Центральный Банк с 1 ноября, совсем недавно, тоже начал размещать, вернее, производить количественное смягчение в объеме 20 миллиардов евро. Здесь простая дифференциация. США проводят более мягкую монетарную политику. Чуть позже я вам покажу, из чего состоит баланс Федеральной резервной системы США. И вы увидите, что там, на самом деле, огромные деньги вливаются. Не такие длинные, но все равно достаточно большие деньги. Значит, поэтому движение вверх для нас с вами все еще приоритетным. Продавать я бы не рассматривал бы какие-то там продажи. Ну так чисто спекулятивно, да. А рост можно рассматривать как возможность, так сказать, двинуться дальше вверх. Валютная пара фунт-доллар. Здесь, безусловно, Брекзит отыгрывает. 31 числа никуда они не вышли. И Борис Джонсон все-таки пошел своего рода на попятную. Однако есть какой-то прогресс, да. То есть согласовали внеочередные выборы парламента, да. Результат которых состоится. Результат которых мы узнаем с вами, по-моему, 12-го, да. Либо там 16-го, я сейчас не помню. 12-го. 12-го декабря, 6-го ноября. А то бишь завтра, последний день работы парламента в том составе, в котором он есть. Далее отстрочку до 31-го января. В общем, все складывается неплохо. И сразу скажу, что рынок уже, так сказать, закладывает Брекзит со сделкой, так сказать, по мягкому сценарию. И говоря о рынок, я говорю о долговом рынке, прежде всего, да. Потому что при ставке, ключевой ставке Банка Англии 0.75, долговые бумаги торгуются в районе 0.62 и 0.53. По доходности это 10-летние и 2-летние бумаги, соответственно. То есть, другими словами, они сейчас находятся в режиме стендбай, то есть ожидают дальнейшего, так сказать, развития событий. В доходности резко подросли, когда Борис Джонсон согласовал, ну, вернее, был на пути к согласованию сделки Брекзит. Когда парламент все-таки, так сказать, положительно отозвался об условиях сделки, правда, не начал принимать их сразу. Поэтому в рынок заложено, все-таки уже начинает закладываться, ну, вернее, скажем так, позитивный исход. Это то, что сейчас находится в приоритете. Значит, что мы с вами тогда можем предпринять? Шорт-зон, то есть зона для продажи 1.31.35, 1.33.80. Та зона, про которую мы с вами говорили еще аж две недели назад, она остается актуальной. Точно так же остается актуальной и 1.26.65, 1.25.15. Прикол весь в том, что теперь, глядя на фундаментальную стоимость фунта, надо понимать, что позитивные новости про Брекзит, да, они будут давать более слабую реакцию роста фунта вверх, чем какие-либо серьезные негативные новости на ту же самую тему. Поэтому любой позитив, да, все классно, да, все круто, выборы идут своим путем. Если фунт подскакивает, то в районе 1.31.35, 1.33.80, я думаю, можно будет продавать, потому что это своего рода что-то типа перекупленности. Но речь идет не то, что перекупленности все покупают, да, потому что позитив уже в цене заложен, это уже отражается в долговых бумагах. Ну, а если мы увидим с вами чистотехническую коррекцию, то можно будет тоже подбирать, потому что все-таки, ну, не все так плохо на самом деле. Ситуации с пробоем и дальнейший шорт, я думаю, имеет смысл рассматривать, только если мы увидим с вами реально какие-то плохие новости про Брекзит, будет это или нет. Не знаю, на рынке может быть все что угодно, но пока рынок этого не ждет, пока ничего не предвещает беды. Хотя справедливости ради отмечу, что когда никто ничего не ждет, обычно сильно и стреляет. Если, конечно, стреляет. Поэтому рынок на позитиве, главное, чтобы не прилетел своего рода негатив. По канадскому доллару 31.70, 32.40, та область, которую мы отмечали, это как область для продаж, в принципе, сегодня может быть точно так же использована, да, как мы и предполагали ранее. То есть, по большому счету цели 31.31 и 1.30.50 остаются актуальны. Здесь у нас, в принципе, все неплохо, так сказать, складывается. Каких-то серьезных новостей от Банка Канады ждать не приходится. Регулятор Банка Канады отметил, что да, на прошлом заседании своем отметил, что да, тучи сгущаются, много неопределенностей. Мы испытываем некоторые такое волнение, но со слов регулятора мы вроде бы как, ну вернее, они испытают на прочность, то есть надвигающаяся ситуация испытает на прочность их банковскую систему. Ну вот примерно так, если по-русски все это дело объяснить, происходило мнение в регуляторе. Как на это отреагировал рынок, ну вот такими движениями он отреагировал. Ну а в действительности хочется отметить, что во время вот этих всех событий мы увидели с вами снижение долговых бумаг. То есть рынок, как ни крути, начал все-таки потихонечку закладывать вероятность снижения процентной ставки. Правда, сейчас это отыгрывается все назад. Итого, в целом ничего не поменялось. Канадский доллар, ну по большому счету, можно сказать, крепкий, поэтому достижение этих отметочек хотя бы в рамках вот этого флета вполне-вполне реализуемо. Почему нет? Японская иена, говорили неделю назад о том, что если состоится пробой, то можно рассматривать какой-то шорт. Пробой как такового не состоялось, но мы с вами получили вот такую вот крутую шпиленцию, которая в принципе обладает всеми признаками ложного пробоя. Я говорю о признаках, которые для себя фактически, так сказать, отобразил. Поэтому я не думаю, что мы пойдем на обновление этого максимума. Тем более, что у нас и доллар США в целом остается под давлением, потому что печатается много денег. Конечно, в Японии тоже печатается много, но как бы пока так. Поэтому 109.30, 108.60 это то место, где, на мой взгляд, в принципе, можно ждать какого-то отката. И первая цель, она достаточно вероятна, это 108.05 вполне. Ну а дальше уже то, что мы закладывали с вами ранее. Это 106.60 и 107.30. В принципе, только лишь, скажем так, какая-то угроза и страны США, и Китаем, да, может спровоцировать рост пары доллар-японской иена, как иену, как активоубежище. Но, честно говоря, не знаю, не думаю я, что это произойдет. Поэтому основной сценарий все-таки такая вот коррекционная какая-то движуха. Я думаю, вполне возможно. Если окажемся над 109.30, идеи шартик лучше забыть с позициями. Ну, придется, наверное, прощаться, я не знаю. По золоту, значит, ситуация тоже примерно такая же. Значит, сопротивление 1520-1505 для меня остается актуальным. Движуха вниз для нас вполне актуальна. Ну, у нас тут, так скажем, флэтиц, но с перспективой, наверное, все-таки ближе к снижению. Во всяком случае, здесь вот активность на объемах, да, если смотреть объемный, так сказать, взгляд, да, ну, то есть на бирже семьи, то здесь активность была такая крутая. В принципе, примерно то же самое было здесь. Сейчас, за последние несколько дней, такой активности нету, но будем предполагать, что ничего не изменилось. Ну, в принципе, ничего и не изменилось, да. Золото, ну, как актив-убежище, может двигаться, если какая-то геополитическая нестабильность появится. Пока, вроде бы, ничего плохого там нету. Фаза номер один там будет подписана между США и Китаем, скорее всего, да, там, когда там 16-го числа, вот. И, соответственно, тоже можно ждать, что эта неделя пройдет более-менее спокойно и, может быть, даже на снижение чисто коррекционом. Нефтяные котировки особо задерживаться не буду. Подскажу лишь только то, что движение вверх для меня является основным. Про движение вверх говорили в начале еще октября, потому что, в принципе, нефть находится, ну, находилась на тот момент, там, в районе 53-52, да, повода была ETI, находится на тех уровнях, когда производителям, в принципе, не особо уж и выгодно ее держать, то есть, ниже уровня. Она достаточно дешевая и это уже отмечалось много раз и мной, и не только мной. И прикол есть в том, что если нефтяные котировки там снижаются, то мы получаем с вами интервенцию, возможно, даже просто словесную. И вот теперь, да, уже поговаривают о том, что в декабре ОПЕК и ОПЕК-плюс еще понизят объемы добычи, что, в принципе, должно спровоцировать рост нефтяных котировок. Понижение еще никакого не состоялось. Россия, в принципе, отчитывается о том, что не так-то уж она и много, на самом деле, снижает объемы, а вот уже словесные интервенции, да, есть. Что типа там, когда-то в декабре мы там рассмотрим и, возможно, еще раз понизим. То есть, ну вот вам обещание того, что пока никак не реализуется. Поэтому о движении вниз на нефтяных котировках пока говорить не приходится. Любое падение, и я думаю, что можно искать какую-то поддержку на рынке. Ну и интересный момент. СМП 500 и обещал задержаться на нем. Тут дело в том, что в какой-то степени, наверное, я возьму свои слова назад, относительно того, что рынок должен обвалиться. Нет, знаете, в последнее время мы тут смотрим, какие объемы вливаются, денежные и так далее, и так далее. Смотрим некоторые корреляции и обращу ваше внимание, что рынок, наверное, ну, СМП 500 валиться не будет, как минимум пока. И во многом все из-за денег, из-за денег, которые, из-за ликвидности, из-за денег, которые дает Федеральная резервная система США. Ну, начнем, во-первых, просто с корреляции. Обращаю ваше внимание, здесь красная отметочка, это у нас СМП 500, причем с 2011 года, да. А синяя – это баланс Федеральной резервной системы США. Баланс, другими словами, баланс, по которому видно программу количеством смягчения. QE2, QE1 там была, понятно, в 2008 году, QE3 происходит, да, даже было видно, так называемая программа QT, количество ужесточения, которое реализовывалось с начала 2018 года до конца лета 2019. Ну и видим, как очень сильно подрастает баланс в последний момент. Сколько сильно? В денежном выражении баланса за последние два месяца, за сентябрь, октябрь, баланс Федеральной резервной системы США вырос на 250 миллиардов долларов. 250 миллиардов долларов – много это или нет? Ну, смотрите, примерно 1,1 триллион долларов США было влито за два месяца в режиме программы QE, тогда, когда в 2008 году, тогда, когда жара была прям вообще ожесточенная. А что касается QE3, который реализовывался последний, это 2013-2014 год, то примерно 150-200 миллиардов долларов за два месяца, примерно с такой скоростью вливались деньги в рынок, сейчас 250 за два месяца. То есть, вы можете увидеть, что скорость такая нормальная на самом деле, то есть, это больше даже, чем QE3, но и в тот же самый момент не самая историческая скорость. Почему на это стоит обращать внимание? Потому что с 2008 года, с момента первого QE, в принципе, можно сказать, что фондовый рынок подсел на иглу ликвидности, потому что он растет, как только растет баланс ФРС. Ну, посмотрите внимательно, да, мы с вами видим остановочку, ну, вернее, мы видим, что S&P 500 и не растет, тогда, как не растет и у нас баланс никак не растет. Затем, как только начинает, блин, сейчас я сделаю тут как-нибудь, как только начинается рост баланса, да, мы с вами видим сразу же, как начинается рост S&P 500. Остановка, увеличение баланса, остановка и на S&P 500. Дальнейший рост индекса, да, продолжается именно на вливании денег, вот на том самом QE3, который останавливается сразу же после того, как деньги печатать перестали. Дальнейший рост у нас больше провоцирован, так сказать, снижением, смягчением монетарной политики, да, он тоже такой, ну, достаточно значительный. И, честно говоря, вот это вот можно было, так сказать, не ожидать, да, но, тем не менее, что сейчас происходит? Как только баланс начинает у нас снижаться, то есть программа QT реализовывается, мы с вами видим, как рынок вообще просто трясет, но при всем при этом он не растет. Ну, конечно, это большой график, спекулятивный, внутри дня можно говорить и о падении, и о росте, но посмотрите внимательно, какая большая волатильность, как только деньги выходят из ликвидности. Волатильность, в принципе, относительно большая была и в момент, когда просто деньги не печатались. И что в первом случае, и что во втором случае, мы с вами видим огромную волатильность. Что сейчас происходит? S&P 500 обновляет ХАИ и, в принципе, с достаточно большой скоростью печатаются деньги, ну, не печатаются деньги, да, а растет баланс ФРС. Теперь момент, да, как долго это продлится. Дело в том, что ФРС, а точнее Джером Пауэлл, да, называют текущую программу не QE, а как-то по-другому, я не знаю, как он, она как называется, да, ну, то есть он отмечает, что это не QE. В чем разница, если вдруг вы не понимаете? Разница в том, что в программе QE скупаются долговые бумаги, длительные долговые бумаги. Сейчас происходит немножечко другое. Есть табличка, да, которая показывает баланс, консолидированный, да, консолидированный отчет всех Федеральных резервных банков. То есть, что у них на балансе находится. Данная табличка позволяет нам, в принципе, сравнить два последних отчета и за год, и за месяц, за неделю. То есть, мы сравниваем 23 октября, мы сравниваем 30 октября. И мы можем с вами посмотреть, сколько было, сколько стало, и обнаружить, что же растет. В принципе, растет ровно то, что и заявлял Джером Пауэлл. Речь идет о сделках Репо. То есть, из 50 миллиардов долларов, которые приросли за вот эту вот неделю, большую часть, порядка там 35 миллиардов, да, 37 миллиардов, приросли именно вот сделки Репо. Первое. И второе, это БИЛС, да, ну, так называемые ТБИЛС, по-другому уже. Это короткие долговые бумаги, и это именно та программа, которая не КУЕ. То есть, в случае КУЕ покупаются бумаги там на 10 лет и так далее, и так далее. А здесь ТБИЛС, это короткие долговые бумаги до года. То есть, в основном там идет 9 месяцев. И здесь вы можете посмотреть, что прирост составил, ну, порядка там 22,5 миллиардов долларов. Почему это все важно, и почему это все я вам показываю? Да просто потому, что скупаются короткие бумаги. Их преимущество заключается в том, что это можно делать быстро. То есть, сделки Репо, это вообще просто вкидывание ликвидности в момент, когда с ликвидностью совсем-совсем все плохо. И да, вы видите, ну, если обращаете внимание, что на межбанке реально все плохо в США бывает, да, временами даже так называемая ставка овернайт. Что касается денег, которые они вкидываются, то Репо это двухсторонняя сделка. Они сначала дают деньги, а потом через месяц или три недели, так сказать, активы меняются обратно. Примерно то же самое происходит и с ТБИЛС. И дело в том, что программу QE они объявили, что они будут работать до второго квартала 2020 года. Как только программа QE, вот эта вот не QE, да, будет остановлена, эффект от вот этого накачивания ликвидности быстро пойдет на спад. И проблемы с ликвидностью вновь появятся. И только тогда S&P 500 в принципе чисто технически может завалиться и завалиться достаточно серьезно. Для чего это делается? Ну вот на мой взгляд покупка таких коротких бумаг это латание дыр. Это латание дыр, потому что в долгосрочной перспективе оно ни к чему не приводит. И в принципе ФРС не занималась такой штуковиной достаточно долгое время. Посмотрите, вот объемы Репо, которые проводили ФРС. И сейчас мы с вами видим, что они проводят достаточно большую программу по Репо. Они в этих сделках очень много ликвидности вкидывают. Последний раз этим они занимались в 2009 году. И сами видите, что объемы были значительно меньше. Что касается коротких долговых бумаг. Осенью 2012 года это последние дни, когда на балансе ФРС были короткие бумаги. С тех пор больше этого нет. Кроме текущего момента, кроме августа 2019 года, когда они начали скупать все это дело. И по состоянию на сейчас их объемы даже в 2, может даже в 3 раза больше, чем это было в 2012 году. То есть в принципе это не такие эффективные инструменты. Для чего это делается? И я склоняюсь к тому, что вот эта вот накачка ликвидности короткими деньгами делается для того, чтобы поддержать рынок возможно на какой-то короткий промежуток времени. Получается, что S&P 500, наверное, тянут за уши и накачивают деньгами. Возможно, этот пузырь весь накачивается для того, чтобы к выборам Трампа не подойти к рецессии. Поэтому в принципе говорить о том, что S&P 500 рухнет, уже, наверное, не приходится. Месяц назад я об этом говорил, что он там может рухнуть. И в принципе мы делали соответствующие идеи и так далее. Но сейчас ситуация поменялась. Печатают деньги очень много, скупают прям все. И, наверное, продавать особого смысла нет. Докуда можем вырасти? Можем вырасти и 3150, и 3100, в принципе, вполне реально. С точки зрения объемов, да, если смотреть на S&P 500, то, честно говоря, нету здесь никакой инициативы в шорт. То есть фьючер все равно скупает, как вы там не крутите. Что с этим делать? Можно ли покупать? В принципе, да, на этой основе можно покупать. Но здесь надо понимать, да, что рост может быть ограничен. Уронить S&P 500 сильно, скорее всего, не дадут. Как это было в конце 2000, да, там, в конце 2018 года, когда мы там провалились процентов на 20. Это, конечно, даже, блин, больше, да. Да, ну от хаев, да. Это, конечно, было там серьезно. Но я думаю, что в этом году вот этого антиралли не будет. Не будет, может быть, и какого-то ралли. На хаях продержимся. Если программа будет изменена, изменена по итогам первого квартала 2020 года, тогда уже, да, можно говорить о каких-то шортах и о возможном крахе. Если ФРС не придумает что-то новое, другое. Но это что касается S&P 500. Шортить сейчас в надежде, что это собирает стопы, ну, на мой взгляд, это неправильно. Да, поэтому я от этой идеи вас попытаюсь предостеречь. Доллар-рубль, последний на сегодня инструмент, так сказать, не отскочил от той зоны. Хотя, в принципе, не верю я в то, что мы начнем там сильно и серьезно укрепляться. Я думаю, что здесь тоже надувается очередной пузырь. И S&P 500 растет, как видите, под действием, да, иглы ликвидности, скажем так, которая может закончиться. Это короткие бумаги, не забывая. Вот. И наш фондовый рынок тоже растет. И обращаю ваше внимание на график, да, РГБИ синенький здесь. РГБИ это ценовой индекс нашего государственного долга, который, в принципе, определяет фундаментальную стоимость нашего рубля по отношению к доллару, который здесь указан красным графиком. Ну и нефть. Нефть тоже, собственно говоря, без нее никуда, который тоже, по большому счету, растет. И можно говорить о том, что сегодня рынок откроется и по ГЭПу, с ГЭПом вверх и по нефти, с ГЭПом вверх и по РТСу, скорее всего. И с долговыми бумагами тоже, в принципе, все не так плохо. Дело в том, что у нас долг выглядит относительно привлекательно, относительно всех других инструментов. Потому что, в целом, ну, как бы там, где доходности совсем маленькие, да, у нас еще доходности более-менее есть. Несмотря на то, что ставку центральной банкротской генерации понижает. Итого, допуская еще одно снижение в сторону 63-62-50, здесь будут добирать еще одни позиции. Но обращаю вас внимание, что я добираю позиции на бирже без плеча. То есть, другими словами, покупают доллары за рубли, а не какие-то плечевые истории. Поэтому здесь, как говорится, на свой страх и риск. На этом, в принципе, все. Надеюсь, было интересно. Я высказал свое мнение. Вы можете с ним соглашаться, не соглашаться. В комментариях смело пишите, что вы на этот счет думаете. Потому что я, в принципе, открыт к критике конструктивной. И если вы свои мысли изложите достаточно четко и классно, безусловно, все это имеет право на существование. Рынок делал такое, сколько людей, столько и мнения. На этом все. Встречаемся с вами через неделю. Пока.